Знаете, почему в Европе и Америке люди вперед идут, а мы не очень? Ну, мы торгуем базарами, у нас до сих пор базарное мышление, ребята. Почему? Потому что мы берем своих, а не берут профессионала. Напишите это. Мы работаем, мы ищем, чтобы человек был свой, а они ищут профессионала. Мы берем своих, а не берут кого? Профессионалов. Вот разница в нашем подходе. Что отличает бизнес от политика? Смотрите, бизнес от политика чем отличается? Кардинальное расхождение между политикой и бизнесом именно в этом этапе. Кардинальное расхождение. Как это происходит? Смотрите, вот скажем, это здесь бизнес, это здесь политика. В бизнесе мы сначала должны понимать, что хотим делать, что хотим делать, какой наша цель, и исходя из этого, искать профессионала, который может это делать. Я повторю, мы сначала должны понимать, что хотим делать. Хотим построить завод. Что хотим делать? Миллион подписчиков. Что хотим делать? Миллион продажа. Что хотим делать? Сто точек. Что хотим делать? Такого там, не знаю, сайта или такого там, автоматизация. Потом искать такого профессионала, то есть кто это может сделать? Это бизнес. Сначала мы должны знать конечный результат, желаемый результат. Самый конечный пункт надо представление иметь. Если мы не имеем представления, самый конечный пункт, это плохо. Надо четко знать, что мы хотим в итоге. В конце концов, в самом конце, какой результат хотим получать. Вот это надо понимать. Это бизнес. Вот так. Ищем профессионала, кто это может сделать. А теперь большое расхождение между политикой и бизнесом именно здесь. Политика, как это происходит? Политика сначала ищет свое, то есть ищет, кто рядом, кто надежный, с кем можно пойти в битву. А потом ему нанимает, говорит, лучше будь свой и так далее, и так далее, давай найдем своего. А потом говорим, что делать? Кто мне понял? Дело в том, что когда... Почему в политике это работает? В политике это работает по одной причине. Основная причина, почему в политике это дает результат. В бизнесе это убивает бизнес. Политика это дает результат. Почему? Потому что в политике ты эффективно работал, неэффективно работал, мало имеет значения. Потому что деньги поступают сверху. А в бизнесе деньги идут снизу. В бизнесе, если вы неправильные вещи делали, прибыла нет. Может быть с утра до вечера работаете, может быть с целью года работали. Но если вы правильные вещи не делали, прибыла нет. Бизнес не платит нам за то, что мы работаем. Нет, бизнес платит нам, когда мы лучше делаем, чем конкурентов. Когда мы умно делаем. Так? Если мы лучше не делаем, чем конкурентов, бизнес не даст деньги. а здесь наоборот просто сверху деньги приходит красиво надо отчет составит поэтому очень хорошие хорошо надо уметь хорошо писать отчеты ставишь как когда приходит проверять и так далее у вас было все на бумаге в порядок поэтому кардинальные разногласия между политикой бизнес именно здесь вы разницу поняли кто мне понял а теперь наш менталитет ближе к политике черт побери я правильно объяснил мы берем своих потом питаемся от них строить бизнесмена человеку надо давать то что он хорошо умеет делать знаете мы должны с вами это понимать ребята научитесь пожалуйста вот это два раз разницу понять ребята пока это не поймем команду создать тяжело будут команду создать очень трудно будет поэтому я главного повторю западе берут профессионалов а мы берем своих вот это разницу хорошо надо понимать бизнеса станьте таким а если кто-то из ваши хочет учиться и хочет стат пожалуйста пусть делать станет таким а если не станет таким не держите его я раньше никогда мои родственники со мной не работали никогда но сейчас когда таджикистане открывал бизнес несколько мои начали работать где-то четыре человека но я смотрю они подсознательно себя чувствует привилегия они не слышат моего руководителя они начинают выходить ко мне на связь мне пишет игру кто вот вы руководили почему мне пишите вот у вас есть руководитель работает с ним и все равно через не которое время выходит меня пишет опять потом я да да это правда я смотрю руководили говорю послушай застав их тебе слушать он говорит мне неудобно как я это сделаю игру послушай тогда создай новую команду просто создай новую команду они гляда на это автоматом поменяется если они не тянет кита команда и отделю их просто оставлю в том бизнесом гру все сам по себе потихонечку справляется потихонечку риска как умеешь создай новую команду он говорит а они не обидятся я сказал послушай у меня годы жизни идут так я не молодею больше время которое потеряю я его не верну я не хочу рады чей-то настроение проиграть это очень важно у него настроение есть или нет для меня не имеет значения сейчас мне нужно что цели достигать раз к сказал создай команду от профессионалов это важно и сейчас он потихонечку создал новую команду профессионалов к создать ту команду который действительно умеет делать те задачи которые перед тобой ставил задачи очень большие а слабыми командами их невозможно делать и потихонечку начали это все делать постепенно и теперь остальные видят как команда работают и они начинают потихонечку его слышит но я заметил что подсознательно они себе чувствуют привилегии ну ладно там я же его двоюродный брат мой старший брат там никого не слышит и мне говорит ты ко мне относится поэтому они ко мне так относятся я говорю причем это причем это вообще как я тебя отношусь вообще причем это мне нужно чтобы здесь был результат иначе по-другому но спустя полтора года он начал понимать меня начали потихонечку осознать потому что я своего руководителя сказал так если они не меняется мы это часто от холдинга отделяем оставим им пусть они как умеет так и двигаться идти не будешь работать с ними мы холдинг двигаем дальше потому что все то что не лечится режется природа же так я сказал да лучше мы будем так делать он мне говорит но нам нам же не вегано я говорю нет ничего страшного это он мои родные они ладно вы кусочек бизнеса дадим им пусть чего хотят то и делать и голову не будем морочить будем идти дальше зато все равно через два-три-пять лет он станет хозяин бизнес он все равно будет богато жить это тоже достаточно так что нормально я пришел к такому выводу и постепенно все пошло вверх поэтому давайте изменим свой подход кто мне понял с этого дня нанимаем профессионалов не своих мини политика занимаемся хорошо договорились наймем только профессионалов профессионал чуть-чуть иногда порой не соглашается с вами профессионал иногда трудно работать поверьте моим словам но профессионал заставить стад вас умный потому что он же не хочет работать если вы слабо относится это нормально а если кто-то из родней умеет это делать и хочет расти умный стат возьмите его научите его это хорошо но не все они к этому стремятся не приделайте людей не приделайте только потому что он ваш родственник или племянник лет там кто-то нет не надо объедините людей которым нравится ваша идея которым нравится ваша философия объедините людей которому вдохновлять чем вы занимаетесь объедините вот таких людей что с горя он он горит этим вот таких людей чтобы он от чистого сердца вкладывал усилия не ради денег работал вот таких людей надо вокруг себя искать я повторяю не вокруг себя соберите людей соберите людей вокруг идея вокруг вашей миссии а тогда они будут это будут их больше вдохновлять чем ваши слова или чем вы и они когда видят результат своего труда они начнет больше любить чем они занимаются это будут очень важно